доброе утро надеюсь сейчас все у нас получится первый раз не получилось надеюсь сейчас получится и так сегодня седьмое тому за 7 тому за и сейчас мы продолжаем изучать недельную главу балак и первая сегодня книга йом-йом я буду сейчас коротко и четко да потому что я смотрю в любой момент может начаться обрезание я должен человека поздравить это большая заповедь присутствовать при выполнении заповеди быть в гостях до книга о йом-йом нам сегодня рассказывает о том что сказал ребе шалом дофбер хасидизме начало заключено в конце а конец в начале опять начинается то что вчера было непонятно ор мотив о свет окружающий свет внутренний это все вот хасидизм каббала очень очень непонятные вещи и вот здесь как раз опять нам идет про непонятно в хасидизме начал начала заключено в конце а конец в начале так как в круге в котором не найти не начала не конца но тем не менее главное это дисциплина и порядок давайте подумаем над этой идеей значит принципе принципе да в каждом начале уже заключен конец и в каждом конце заключено начало это понятная идея да идея очень понятная потому что если мы возьмем любую точку в котором мы находимся любой процесс любой проект любой день то этот день он является с этой точке вот где мы сейчас находимся может начаться новый круг но это же . если начался новый круг она является концом старого круга и в каждом любой момент времени можно вернуться назад и посмотреть что было раньше до чего все началось вот любой возьмите момент урок сейчас торы до чего началось первый раз вы попали на урок потому что когда кто-то где-то увидел сказал передал то есть у этого момента если мы пойдем назад то мы найдем начало но это начало она является в любом случае это не начало это конец какого-то предыдущего цикла и принципе нет начало и конца все это какая-то такая вот единая система которая постоянно продолжается но сказал нам рэбэ шалом дофбер он прям так и сказал но сказал он главное это дисциплина и порядок и дальше он продолжил эту мысль что такое дисциплина и порядок то есть сама идея что все это круг без начала и конца и все-все одинаково сама эта мысль очень расслабляет сразу если в это думаться то сразу же происходит такое расслабление ты думаешь ну действительно чем парюсь да все это начало какого-то нового цикла или середина или конец или вообще непонятно что это и ты как бы расслабляешься теперь он говорит но главное порядок и приводит доказательства бешт это большим то всегда был собран и упорядочен это основатель хасидизма межи речь межи речи ски мадид из межи речь строго следил за распорядком альтера рэбэ основатель хасидизма и учитель ученик мадид из межи реча альтера рэбэ учил хасидов быть дисциплинированными и организованными это видно из его высказываний из его писем и даже из мелодии которые он составлял они тоже очень организованные мелодии такие нигу ним и для каждого из хасидов было установлено время когда он мог приехать и встретиться с рэбэ а позднее в ляда где он переехал рэбэ и не было никакой возможности изменить это время без разрешения альтера рэбэ для того чтобы получить такое разрешение необходима была очень веская причина был специальный совет при резиденции рэбэ устанавливавший распорядок для хасидов его возглавлял брат рэбэ раби удали а еще один совет занимался вопросами молодежи его возглавлял сын альтера рэбэ рэбэ м м ц и средний рэбэ что получилось да получается так что одна идея о том что все это круговое такое движение она очень расслабляет то есть ты как полагаешься на всевышнего ты отпускаешь все и тебе вообще не надо ни о чем заботиться потому что всевышний обо всем позаботиться ты заботишься только о том чтобы выполнять заповеди обо всем остальном позаботиться всевышний теперь но есть порядок есть порядок и сейчас у нас как раз я смотрю все пошли на обрезание и я думаю что будет полезно и интересно вам тоже увидеть как происходит заповедь обрезание на восьмой день этот парень отец ребенка он из города харьков тоже и он переехал сюда он работает работает программистом компании мобилайн он религиозный парень сейчас мы зайдем увидим как происходит обрезание этот момент когда происходит союз с богом это момент когда очень хорошо молиться и в этот момент если молиться всевышнего то у говорят что это очень сильно всевышний принимает молитв все там внизу просто не работал интернет поэтому до момента обрезания вы успели все увидеть в момент обрезания вы знали когда момент обрезание тот кто молился в момент обрезания то всевышний всевышний слышит ваши молитвы и с божьей помощью их реализуют для вашего для нашего блага так она работает так она работает жизни вот поэтому нужно вот любой момент такой вот хорошие использовать для молитвы это очень важно все мы продолжаем урок потому что если не знать что делать то как ты можешь делать поэтому мы изучаем то чтобы знать что делать все кто дождался молодец кто не дождался может потом посмотреть записи хорошо значит с первой книгой мы первую книгу закончили да с первой книга нам понятно что несмотря на то что есть общий несмотря на то что есть общий такой вот цикл общий цикл такой есть да что всевышний всем управляет можно на него положиться и распла и расслабиться и можно быть полностью уверенным что что весь этот мир он уже существует тысячи лет и до нас существовал и после нас будет существовать и вообще не надо напрягаться до само слово шалома но такое тоже круглое такое слово и человек приходит в этот мир вот маленький ребенок пришел он же вообще абсолютно полностью зависим от от доброты всевышнего потому что он же собой вообще не может управлять да ему вокруг стока микробов столько опасности если его не покормят он сам покушать не может то есть мы видим что и дети рождаются и рождаются даже когда не было вообще никаких больниц не было никаких врачей там то есть была дикой антисанитария антисанитария все равно уже три тысячи лет уже четыре тысячи лет делают обрезание антисанитария мама значит жена маши рабейну жена мася сделала ребенку своему обрезание делали обрезание таким кремниевым камнем камень такой острый да и нормально то есть жили же выздоравливали все было хорошо поэтому волноваться не надо но с другой стороны нам говорится что должен быть порядок то есть ты должен все равно свою жизнь упорядочить согласно каким-то правильным правилам и законам и когда ты упорядочишь свою жизнь то жить тебе будет лучше понятно да жить тебе будет лучше если у тебя будет в жизни правильный порядок то есть ты с одной стороны работает закон ты полагаешься на всевышнего и ты уверен что все будет хорошо что бы ни происходило и тебе из-за этого уже хорошо да то есть тебе внутренне из-за этого хорошо ты не беспокоишься как большинство людей беспокоиться вау что будет завтра знаете я читал несколько комментариев несколько постов и кто-то пишет я как подумаю про будущее у меня панические атаки а зачем ты так думаешь про будущее что тебя паничести атаки будущий же неизвестно подумай о будущем чтобы тебя были не паниче и атати а приступы восторга да то есть представь собой будущее в каком то такому ярком свете и у тебя будут приступы восторга чего ещеgan preachиっと Muirez также нужно себя доводить вообще чтобы были у тебя по нечесте отойти насчет будущего ужас какой-то вот Теперь, значит, но с другой стороны, когда ты уже рад, что у тебя, вот ты расслаблен, лучше всего быть расслабленным, сказать так, я не знаю, что будет в будущем, не буду ни про панику думать, ни про счастье, знаю, что придет день, даст Бог день, даст Бог пищу, это такое вот полагаться на Всевышнего, все, положился я на Всевышнего, а что мне сейчас делать-то? А сейчас 10.21, значит, мы изучаем вначале книгу, мы изучаем с 10, у нас каждый день урок, значит, мы вначале изучаем книгу о Йом-Йом, потом мы изучаем книгу обретения неба на земле, все, у меня есть седр, есть порядок, есть дисциплина, я полагаюсь, с одной стороны, расслабленно полагаюсь на Всевышнего, а с другой стороны, действую по абсолютно четкому распорядку, как нам и советовал кто? Ребе Шалом Довбер, то, что мы уже изучили. Теперь вторая книга, обретение неба на земле, как обрести на земле рай, да, небеса на земле, как духовное применить, как наполнить свою материальную жизнь духовным, это вторая книга, 365 идей Любавичского Ребе. Кстати, интересный факт про эту книгу, эта книга, она написана там в 90-е, может, годы, ну, то есть лет 25 назад, и на Русте она переведена, 365 советов Ребе, второе название «Небеса на земле». Канадский Равин один составил из десятков тысяч высказываний Реба, он выбрал 365. Эта книга, она была издана в издательстве «Книжники в Москве», и она продавалась там 100 книг в месяц, да. Потом, значит, пришел, я вот не знаю точно детали этой истории, то ли Рав Берлазар подарил эту книгу певцу, есть певец этот самый, расистый певец, очень популярный, как же его звали, этого певца. Он потом уехал из России, самый был популярный молодежный певец, такой прямо, очень такой прямо низменный такой певец, вы знаете, самый низменный певец с шестерками какой-то все. И, в общем, или Рав Берлазар ему подарил эту книгу, или же он пришел к нему уже после того, как эта книга у него была, и он выступил и сказал, что, говорит, эта книга вывела меня из депрессии. То есть у меня была очень депрессия, я прочитал эту книгу, и у меня просто все прошло. И после этого за месяц купили 50 тысяч книг, вот эту книгу купили в этом издательстве «Книжники», 50 тысяч книг, Мардин Штерн, Мардин Штерн его звали, да, Мардин Штерн. То есть эта книга десятки лет лежала на полках, потом Мардин Штерн, который там какой-то, он имеет отношение к еврейству, но очень далекая, значит, там бабушки какие-нибудь, может быть, дедушки. И, значит, и он эту книгу прочитал и вышел из депрессии. Где-то он об этом сказал, 50 тысяч книг купили. Но эта книга реально, она дает смысл, она дает осмысленный такой ракурс, взгляд на жизнь. Давайте посмотрим, что сегодня, какой сегодня у нас есть совет. Значит, говорит нам автор книги со слов Рэбе, да, по правде говоря, говорит он, мир сам по себе это место изгнания и плена. То есть начало такое, что то, что тебе в этом мире бывает плохо, так это нормально, потому что это место изгнания и плена. Ты что думал, ты попал тут на курорт какой-то, ты думал, что ты находишься в раю? Нет, он говорит, этот мир, место изгнания и плена. И даже если человек стоит во весь рост на высочайшей вершине, видит все, что можно видеть, понимает все, что можно понять, достигает крайнего единства с Богом, то есть он доходит до самого высшего состояния, которое можно достигнуть в этом мире, то, говорит, в конечном счете он по-прежнему стоит на земле, на своих ногах. Глаза его не видят дальше зрачков, то, что позволяет ему физическая форма глаза. Мозг понимает лишь то, что может понять и достигает лишь достигаемого. Человек остается в пределах своего «я». И как доказательство, он остается в состоянии, при котором Бог находится где-то наверху, отдельно, земля внизу, и они не могут сойтись. То есть в любом случае, как бы мы ни изучали Тору, ни рассуждали о Боди и так далее, но мы остаемся людьми, простыми, материальными людьми из мяса и крови, как я называю, вертикально ходящая лужа. На 70% вода, 30% таблица Менделеева «Земля», и вот эта вот вертикально ходящая лужа, она постоянно то что-то болит, то у нее тошнит, то хочется кушать, то хочется спать, то у тебя там заклинило, там замкнуло. Короче, ну, постоянные какие-то, ну, и все время хочется кушать, да, что это за жизнь такая, ты все время должен, хорошо сейчас есть везде еда, а когда нет еды, представляете ситуацию, ты целыми днями бегаешь, как вот коты бегают по улицам, так же и люди раньше бегали, и где еду взять, то есть не нашел еды, умер, все, вот это жизнь. И ты можешь знать про Бога, думать, размышлять, но все равно это такое противоречие между материальным и духовным. И вот, пишет он дальше, единственное освобождение человека, единственное освобождение мира происходит, когда единственный, который наверху, Бог, да, единственный, единый Бог, обращается вниз, указывая нам, делайте это, делая вы соединяйтесь со мной, и тогда нет ни низа, ни верха, а есть только единственный Бог, то есть он приводит такую идею, что когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, то ты с ним соединяешься, вот ты в этот момент, это единственный момент вырваться из вот этого круговорота, в который каждый из нас загоняет восприятие, я, то есть когда воспринимаю я, что я есть, да, то тогда я оторванный от Бога. Но когда говорю, что меня нет, есть воля Всевышнего, которую я выполняю, и я сейчас нахожусь прямо в этом потоке, меня нет, есть Всевышний, который через меня, меня, и меня нет, меня-то нету, есть только Всевышний, и я убираю себя, растворяясь во Всевышнем. О, вот это вот тема, вот это вот, как бы он говорит, в этот момент ты выскативаешь из этого круговорота, и ты соединяешься со Всевышним. Не знаю, я никогда не чувствовал этого ощущения, полного такого растворения в заповеди, полного растворения, может быть, только во время молитвы иногда бывали такие моменты, когда ты растворяешься в молитве, да, то есть ты как бы, молитва это заповедь Всевышнего, ты, выполняя эту заповедь, через молитву присоединяешься со Всевышним. И в эти моменты, да, я чувствовал в эти моменты, вот, чувствовал, да, полное обнуление своего я. И чуть-чуть нам осталось почитать недельную главу. Ну, Яков, Ривка, Ривка, я здесь, на площадке. Значит, и нам осталось чуть-чуть почитать недельную главу. Значит, недельная глава, сегодня как раз мы подошли к моменту, когда Белям пришел по приглашению Балака, чтобы проклясть еврести народ. И вот они сейчас готовятся к этому моменту. Значит, утром взял Балак Беляма и вышли они на высоты Бала, да, то есть главный идол того времени, его звали Баль. Баль, это он был в форме быка. И вот этот вот идол в форме быка под названием Баль, он олицетворял власть над миром. То есть, чем отличалось идол поклонства от служения Богу? Что идол, он обладал некой силой, по мнению людей, но можно было этим идолом управлять. И идол поклонства, это было, с одной стороны, поклонение, но, с другой стороны, это было использование этого идола, как магия такая, да. И вот, значит, они поклонялись этому Балю, да, поднялись они на какие-то высоты, где стояли его жертвенники. И Белям посмотрел, увидел оттуда край стана еврейского народа, увидел. И сказал Белям Балаку, подстрой мне здесь семь жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов, семь быков и семь овец, семь овнов. Значит, Балак ему приготовил, и Белям, значит, сделал жертвы всесожжения. Он хотел, он знал, как работает система, и он хотел, как перебить жертвоприношение Авраама, который приносил, там, и так далее. Он, значит, построил семь жертвенников, принес он эти вот жертвоприношения, и говорит он Балаку, «Оставь меня сейчас, я пойду один, может быть, он говорит, явит себя Бог мне навстречу». Белям до этого встречался с Богом только ночью, а здесь он нужно было днем. И он принес эти семь жертвы, и говорит, если Бог захочет, он объявится, он как бы себя проявит. И пошел он в одиночестве, написано. «И Ваикар Элуим Эль Белям, и проявился, случился, дословно случился Всевышний к Беляму». То есть, как мы знаем, Белям был на высочайшем уровне пророчества, но это было абсолютно необоснованное пророчество, то есть он не заслужил его своими владими делами, добротой, выполнением заповедей. Всевышний дал ему пророчество просто как пример того, что само по себе пророчество не делает человека человеком. Знание Бога не делает его ни добрым, ни хорошим, ни святым. То есть, может быть, человек, он действительно, он знает Всевышнего ментально, и даже он с ним может находиться на контакте, но при этом быть полным там негодяем и подлецом в разных делах. В общем, вот это Белям, это во пример. И вот он начинает, Бог к нему проявился, и вложил, написано, И вложил Бог слова в род Беляма, и сказал, вернись к Балаку, и так скажи. И возвратился он к нему, и вот он стоит, все стоят, князья Муава, Все, значит, стоят, готовятся, слушают, что скажет этот маг и волшебник этот Белям. И что? И он начал говорить. Начал он говорить пророчество, и сказал он так. И он начал притчу свою, и сказал, из Арама привел меня Балак, царь Муава, из гор он меня взял восточных, и пригласил меня, сказал, приди и прокляни Яакова, и пойди и навлети гнев Бога на Исраиль. Маяков он говорит, но что, как я его прокляну, не проклинает Бог. Как я вызову гнев, если не гневается Бог? Так он сказал. С вершины скал я вижу, и с высот на него взираю. Вот народ, вот прям это пророчество написано в Торе. Этот народ отдельно будет жить, и среди народов он не будет числиться. То есть, так он увидел в своем пророчестве, что в рействе народ, он будет отдельно от других народов, и он среди народов не будет считаться. Уст-натора нам объясняет, очень много есть тут объяснений, захотите, зайдите вот внизу по ссылочке и прочитайте объяснение на это пророчество. Значит, что значит отдельно будет жить? Ми, мана, афар, яков. Кто посчитает прах Якова? У миспар, это рова Исраиль. Кто посчитает произведенных Израилем? Значит, там вот. Навши, мод, и шарим, вэтея, ахарити, камоу. Он говорит, умереть мне смертью праведных, и да будет мой конец, как его. Это сказал Белям, что я хочу умереть, как Израиль. То есть, хочу присоединиться после смерти к еврейскому народу. И сказал Балак Беляму. Вайомар Балакль Белям. Ма аси тали ляков ой вай ляках тихо. Он говорит, я тебя позвал, чтобы проклясть моих врагов. Я же тебя позвал проклясть. Вэйны берахта, барэх. А ты взял их и благословил. Вайан Вайомар. И он ему ответил и сказал, вот, он говорит, что вложил Бог в мой род, только то я должен говорить. Все, так он ему ответил. Значит, сегодня мы заканчиваем урок на этом. И завтра мы продолжим. Дальше у них было еще три попытки проклясть. И три раза в Белям он готовился проклясть, а получалось благословить. И отсюда мы учим вот этот важнейший закон, что дыракшадамруцелалех – это путь, по которому человек хочет идти. По этому пути его ведут. Я сейчас как раз вот хочу на этом закончить, что вчера подошел ко мне один человек и говорит, вот, как мне молиться? Я, говорит, например, хочу там много денег зарабатывать, да? Но я боюсь, что это не будет для меня хорошо. Я ему говорю, смотри, ты знаешь же, что ты хочешь много денег? Знаешь. Ты молись, поставь какую-то цель. Не важно, в какое направление ты выберешь себе. Важно, что ты выбираешь направление, молишься Всевышнего и знаешь, что результат зависит от Бога. А дальше Бог по этому пути начинает тебя вести. И когда у тебя есть точный путь, когда ты знаешь, как ты хочешь по нему идти, тогда начинается твой разговор с Богом. Ты в молитве просишь, ты делаешь заповеди, ты делаешь действия. Если твои действия угодны Богу, Он тебя ведет по этому пути. Если не угодны, то ты тогда не можешь идти, то есть ты чувствуешь, что не идет. Тогда ты меняешь действия, меняешь, просишь сильнее в молитве и так далее. Но появляется тогда четкий разговор с Богом. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. А хорошо ли это тебе будет или нет, это уже ты должен выбрать такой путь, чтобы ты точно знал. И об этом вторая глава в Пертеевод. Что какой путь выберет себе человек? Вся вторая глава в Пертеевод посвящена вопросу выборов. Какой путь выбрать? И выбери себе хороший путь, молись Всевышнему, и Всевышний будет тебя по нему вести. А результат мы не знаем. Я говорю, если Всевышний считает, что тебе деньги для твоего духовного развития не нужны, возможно, Он тебе не даст деньги, а может и даст. Всевышний уже знает, будешь ты его благодарить, не будешь, что ты сделаешь с деньгами, но ты все равно должен выбрать свой путь. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний, как есть пожелание, что Бог и малекольмиши лот ли беха литова тэха, чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Кому нужно, чтобы выздоровели близкие, пусть выздоровят, кому нужны деньги, пусть будут, кому нужны отношения хорошие, пусть будут, чтобы Всевышний выполнил запросы твоего сердца. Определись, что ты хочешь, проси Всевышнего и делай, чтобы та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Хочешь, чтобы Всевышний твои молитвы выполнял, помогай другим людям, делай для других людей то, что ты ждешь, чтобы Всевышний сделал для тебя. Все, всем удачи и успехов, пока! Субтитры создавал DimaTorzok